Давайте научимся играть гамму до мажор. Звучит она так. Гамма до мажор это та самая последовательность нот, которую все знают. До, ре, ми, фа, соля, си, до. И, соответственно, в обратную сторону, до, селя, сульфа, ми, ре, до. В нашем случае мы ее продолжим немножко дальше. То есть мы дойдем от ноты до до ноты до, и потом еще немножко до ноты соль. И потом будем двигаться в обратную сторону. Давайте посмотрим, как это выглядит у нас в табах. Как видите, очень просто. Гамма занимает всего лишь три лада на первых наших пяти струнах. Давайте сразу по аппликатуре пройдемся. В данной гамме у нас номер пальца левой руки будет совпадать с номером лада. То есть второй палец будет играть только по второму ладу. То третий палец будет играть только по третьему. Ну, первый, соответственно, только по первому ладу. Мы берем первый звук. Это у нас третий лад, пятая струна. Ставим третьим пальцем, как мы договорились. И правой рукой, пальцами и эм, играем эту ноту четыре раза. Раз, два, три, четыре. Дальше у нас идет открытая четвертая струна. Мы убираем третий палец и аккуратненько играем четвертую открытую. Смотрим дальше. Второй лад на четвертой струне. Играем также четыре раза. Дальше третий лад на четвертой струне. Третьим пальцем, как мы договаривались, играем четыре раза. И так далее. Мы доходим до верхнего звука в нашей гамме. В данном случае это будет звук соль на первой струне, третий лад. И дальше тем же путем абсолютно спускаемся вниз. То есть вот так вот по ступенькам, по тем же звукам, теми же пальцами по четыре ноты. С первого взгляда кажется, что это достаточно сложно запомнить, но на самом деле все делается очень легко и просто. Я, конечно, вам сейчас советую так вот разочек по табам это сыграть. А теперь давайте запомним это за две минуты. Когда мы играем на гитаре, мы используем такую вещь, которая называется визуализация грифа. То есть играя, мы представляем, словно где-то на грифе у нас расположены какие-то точки. И мы пальцы просто ставим на эти точки. Так вот, сейчас мы прыгали по следующим пунктам. Сначала у нас был третий палец на пятой струне. Потом второй и третий на четвертой. Второй на третий. И два раза первый и третий. По второй и первой струне. Получается словно классики. Знаете, дети на асфальте рисуют такие и прыгают, прыг, прыг, прыг. Вот у нас свои классики получились. Так, 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 так. И в обратную сторону. Первый, третий, первый, третий, второй, второй, третий, третий. Попрыгайте туда-сюда несколько раз. Самое главное, вы должны увидеть эту схему целиком, одновременно, сразу, как картинку. Что я имею в виду? Мы берем вот такой вот бокс. Это аккордовый бокс. Для тех, кто еще не знает, ну давайте поясним. Вот это у нас первая струна. Вот здесь вот у нас шестая струна. А это у нас лады первый, второй, третий и так далее. Мы прыгали по следующим пунктам. Так, 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 так. Первый, третий, первый, третий. И здесь. Первый, третий. То есть, видите, мы целиком видим сразу эту схему. А теперь, когда вы это запомнили, все очень просто. Нам нужно всего лишь добавить открытые струны. После пятой струны, третий лад, мы должны прыгнуть вот сюда, на открытую четвертую. Дальше мы идем по схеме. Второй лад, потом третий лад. Отсюда опять мы прыгаем на открытую, третью. Дальше сюда. Опять на открытую, вторую. Дальше, соответственно, первый лад, третий лад, открытая, первая и так далее. У нас получается такая условная змейка, да? То есть, движение по зигзагу. Вот это, господа, и есть логика расположения нот на грифе. Соответственно, теперь мы берем смело и начинаем играть эту гамму наизусть. Единственное требование правой рукой мы играем с опорой пальцами и М каждую ноту по четыре раза. У вас получается есть четыре секунды, чтобы подумать, когда и какая следующая нота должна играться. То есть, играем одну ноту, думаем дальше следующая. Ага, четвертая. Думаем дальше, вторая. Пока играем второй палец, уже думаем о третьем и так далее. Еще одно требование. Не оставляйте особенно пальцы стоять, когда вы переходите на следующую струну. Вот это не нужно. То есть, поднимайте его, не держите лишние звуки. И так далее. Вверх, вниз, не спеша. Я рекомендую вам играть это с метрономом. Темп какой-нибудь небыстрый, в районе 40-50, ну, может быть, 60 ударов. Старайтесь играть это без ошибок, без пауз. Вперед. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравился урок. И если вы хотите продолжать, то обязательно смотрите следующие уроки из плейлиста. Ну, а если хотите полного погружения, то переходите на нашу платформу Pima School, регистрируйтесь. Там вы найдете полный курс и огромное-огромное количество информации. Не только по гитаре, но и по электро, по джаз, по фингерстайлу и по многим другим направлениям. Также подписывайтесь на наш телеграм-чат. Ссылочка будет в описании, там вы можете всегда задавать вопросы. Если вам что-то непонятно и что-то не получается, я либо кто-то вам обязательно поможет. Ну и добавляйтесь в наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе наших последних новостей. Также ссылочка будет в описании. И увидимся на следующих уроках.